Добрый день, Женя! Мы будем говорить об ошибках, которые женщины допускают в отношениях с мужчинами, правильно? Да, да, да. Хорошо, тогда я буду говорить очень быстро, потому что на самом деле я могу их насобирать 100. В принципе, не только женщины виноваты в том, что отношения рушатся, у нас статистика ужасная, из 10 браков в 7 разрушаются, и женщины и мужчины виноваты, естественно. Просто у нас больше аудитория женщины, да? Да. И вот женщины очень любят часто перекладывать ответственность на мужчин, в том числе и в этом. То есть я буквально вчера разговаривала с милой девушкой, женщины, которая разводится со своим мужем, для меня это, в принципе, удивление, я была уверена, что они проживут долго и счастливо. И когда я спрашиваю, говорю, а ты скажи, ты свою вину чувствуешь, ну, в том, что произошло? Она говорит, конечно. Я говорю, а в чем именно твоя вина? Она говорит, ну, в том, что он, например, не делал меня счастливой. Ну, здесь женщина даже ухитряется слышать таким образом, да, в том, что он, например, не делал то-то, то-то, то-то. Ну, итак, поехали. Вот смотри, будем перечислять. Например, многие женщины даже не замечают, как они говорят мужчине, что делать. Это же просто мрак. Послушай, да, казалось бы, молоденькая еще девчушка, она постоянно говорит своему мужу, они приходят куда-то в компанию, она говорит, здесь садись, здесь, сумку мою туда поставь, а тарелочку вот сюда передвинь, пожалуйста, ага, и вот это вот, пожалуйста, мне, ага, и, пожалуйста, а вот это ешь. Слышишь, Сережа, вот это ешь, вот это не ешь, я кому сказала, ой, так его люблю вообще, отношения отличные, просто отличные отношения, да. И, ну, они даже не замечают этого, если ты понаблюдаешь за женщинами, женщины часто говорят мужчине, что делать. При этом мужчина часто не дурак и говорит, а может ты мне не будешь говорить, что делать. Я сам знаю. Я сам решу, да. Женщина этого не слышит. И они еще и обижаются на такие фразы. Я же добра тебе желаю вообще, что такое, да. Вот. То есть они даже не слышат этого. В этом случае, конечно, просто ну закрой рот, смотри за собой, ну там, руководи своими движениями. Тем более при посторонних не говори ему, что делать. И это жутко неправильно. Какие последствия этого? Кроме того, что ты ведешь себя как дура при посторонних, да. Вот. Хотя, в принципе, часто окружающие ведут себя точно так же, женщины. Ты еще своему мужчине снижаешь самый важный гормон, тестостерон. Он у тебя после этого просто хотеть будет меньше, меньше, меньше. Вот смотрите, девушки, чем больше вы говорите мужчине, что делать, тем хуже у вас с ним секс. Но потом не удивляйтесь просто, хорошо? И не обижайтесь, да. Это первое, что девушки говорят, что делать. Второе, девушки часто думают, что мужчина догадается. Ну, догадается, чего она там имеет в виду вообще. Потому, что на самом деле мужчина очень конкретное существо. А женщины любят разговаривать всякими загадками. Я вот часто привожу этот пример, например, когда девушка в хороших отношениях с парнем и просит у него что-то. Она говорит, ну, пожалуйста, купи мне, ну, допустим, я не знаю, купи мне Духи Кензо или сумочку Шанель. Ну, кто на что учился. На что он говорит, ну, хорошо. Он говорит, а где, типа, где? Она говорит, ну, не знаю, ну, прищи. Или она вообще говорит, сумочку мне купи. Ну, не знаю какую, ну, догадайся, ты же меня любишь. И тут начинаются муки адские. Потому, что мужчина, он такой, он конкретный, ему надо четко сказать, где, сколько, со скольки до скольки вообще, да, то есть, отложено. Женщина должна учиться совершенно конкретно вербализировать просьбы часто. Но девушки даже этот совет они понимают не так. Они смешивают первое со вторым, и у них получается так. Купи мне вот это, вот это и вот это. Чего не понял вообще? Простите, Луника, это правда звучит очень знакомо, когда посмотришь по сторонам. Да, и в принципе, тут не про это. Конечно, женщина, она должна быть очень гибкой, естественно, да, потому, что траву не сломаешь, очень гибкой. Но при этом, когда мужчина задает вопрос, где отвечать, где? Что отвечать, что? На мужской конкретный вопрос отвечать конкретно. Сколько тебе надо? Ой, не знаю. Да? Вот, вот эти ошибки часто тоже бесят мужчину. Знаете, есть что добавить по поводу ошибок? Может быть, у тебя есть какой-то опыт? Мне кажется, что женщины еще очень много упрекают мужчин. Ну, упрек коммуникации – это наше все, конечно. Потому что, понимаешь, в чем дело? Мы должны понимать, что нами, нашей жизнью часто руководят зеркальные нейроны, мы их заложники. Они у нас здесь, в префронтальной карьере расположены, если я не ошибаюсь. И они, по сути, понимаешь, они нас сделали такими, как те люди, которые нас воспитали. Но девочка, которая выросла у упречной мамы, она не слышит, что она делает не так. Она говорит, например, ну, что вам, сложно мне рассказать, что такое упрекоммуникация, что ли? Да? Да. Вот. Могли бы и объяснить, говорит она. Да? Вот. И, по сути, она даже не понимает, что у нее фактически каждый посыл в это завернут. Она живет, как дышит вообще. То есть, упрекает, как дышит. И это очень сложная история, потому что я мужчинам часто говорю, вот даю им совет, вот когда, а я знаю, что сейчас очень мало мужчин смотрят, но все-таки, когда они подходят к выбору спутниц, я всегда говорю так, выбирайте красивую, из красивых, счастливую, из счастливых, веселую, уже из веселых умную. Ну, так, чтобы такая выборка была очень четкая. Вот. Потому что, ну, по сути, на самом деле, ты не изменишь ее. Если она уже сейчас упречная, она такой и останется. И еще очень большая ошибка в отношениях, ну, наверное, слушай, базовая. Ты знаешь, какая? Девушки, вот у парней этого нет, а девушки часто думают, да, у меня жизнь плохая, я несчастная, все у меня вообще плохо, но придет он, и я стану счастливая, красивая, и мир засверкает новыми красками, и бабочки будут порхать у меня в животе. Но это неправда. То есть на какое-то время действительно все меняется, но если ты базово несчастная, ты остаешься базово несчастной. То есть жуткая ошибка думать, что кто-то, ну, прилетит волшебник в голубом вертолете, сделает тебя счастливой, не сделает никто и никогда. Если тебе сейчас плохо, если ты сейчас несчастна, счастливее ты замужем не станешь. Замуж этой девочке такая интересная линза, я вам скажу, в этой линзе все увеличивается в тысячу раз. Если ты была счастливая, ты становишься в тысячу раз счастливее. Если ты была несчастная, ты становишься в тысячу раз несчастной. Была склонность к полноте, становишься жуткой толстухой. Была склонность к упрекам, становишься очень упречной и так далее. Вот обратите внимание, что почти все ваши качества в замужи, они гипертрофируются. Кстати, многие женщины свои ошибки действительно оправдывают тем, что я хотела как лучше. Вот мне кажется, еще одна штука, которую мы очень любим женщины, это опека. Опека. Мне кажется, она тоже уничтожает отношения, нет? Конечно. Но вот мне понравилось вот это «я хотела как лучше». Слушайте, а давайте думать, прежде чем говорить. Это так вообще полезно иногда. Например, смотри, если ты подходишь к мужчине и говоришь, ты знаешь, я тебе хочу сказать, на самом деле мне никогда с тобой в сексе не нравилось, но если ты постараешься, в принципе, то шанс какой-то есть. Мужчина на нее такой смотрит, и в принципе ему после этого вообще ничего не хочется. На что девушка говорит, честно, у меня были самые позитивные намерения, а что обиделся вообще, что-то не так, да? Вот. При этом, да, у него реакция обида, значит смотри, что она сделала. Она его обидела. Она его унизила. То есть часто мы, когда женщины, когда что-то мужчине говорим, мы не думаем, какой мы хотим результат получить. Хочешь, чтобы он у тебя орал? Сделай так, чтобы он орал. Хочешь, чтобы он тебя обнимал? Сделай так, чтобы он тебя обнимал. Многие женщины говорят, я вообще не понимаю, понимаете, разговариваю с ним нормально, он орет как бешеный и оскорбляет. Я всегда говорю, о, значит у тебя отлично получается сделать так, чтобы он орал и оскорблял. А как ты это делаешь? Дай мастер-класс. То есть дай мастер-класс. У тебя же там вообще пошаговая стратегия. Ну потому, что я, прости меня, любимый, если мне надо вывести мужа, я четко знаю. Первое, второе, третье и так далее. Но, а многие девушки, они путают теплое с мягким. Они думают, что вот они сейчас, например, что-то хорошее говорят, а он просто не понял, он дурак. Нет, с ним все нормально. Это вы просто, прежде чем делать что-то, не думаете. Это полезно думать, потому что надо понимать, что смысл коммуникации всегда в обратной связи. Жень, то есть смысл сообщения всегда в реакции на него. Да. Всегда в реакции, да. Я еще хочу ходить на эту тему, когда женщины профессионально портят финансовую силу у мужчины. Ооо, ну это же вообще круто. Я была свидетелем такого разговора, когда женщина пришла оформлять субсидию и говорит, как тяжело им живется в семье, и нужна субсидия, и ей адвокат говорит, документы вы приготовили, она берет телефон и начинает, я тебе сказала, принеси неверный документ, и начинает разговаривать примерно вот таким вот тоном со своим мужчиной. Это помогает испортить финансовую силу? Неследствие… Ну так, ну сложно сказать. Давай так, в данном конкретном случае я не знаю, но то, что есть женщины порчи, вот есть женщина порчи, я это абсолютно знаю. Да, женщина, которую, даже я тебе скажу, я как-то присутствовала при разговоре очень мудрых, богатых мужчин, такой полушетливый разговор. И они обсуждали, ну как сделать так, чтобы их конкурент разорился. И один ему говорит, слушай, я знаю одну барышню, она уже троих разорила, давай их познакомим. У нее, скорее всего, это так здорово получается. И она, в принципе, не на шоппингах водит, она, наоборот, экономит. Она очень такая экономная, хозяйственная, да, после себя оставляет финансовые руины. То есть я очень тоже, довольно много женщин знаю, в которых есть вот такой вот талант, они даже этого не понимают. Они красиво перекрывают мужчине денежный поток. Но тут просто нужно понимать, что это происходит, я думаю, что это вообще можно делать темой отдельной передачи. Это происходит по совершенно другим закономерностям, бессознательно, вообще бессознательно. А вот то, что женщина, смотри, часто мужчину своего прессует и унижает специально, это интересная история. Вот я скажу так, вот этот весь, знаешь, плач ярославный, который просто льется над полями. Ну, что, мужчины все такие слабые? Ой, что же они такие слабые? Я на это не особо обращаю внимание, потому что я знаю, если вам попался слабый мужчина, вам это выгодно. Выгодно. Вы же, на самом деле, на его фоне такая умная, такая сильная, чуть ли не медалями готовы завешивать свою могучую грудь первого размера. Потому что, ну как же, он же у меня слабак, а я же такая сильная. Поэтому тут всегда вторичные выгоды. Ты знаешь, многим женщинам просто не выгодно, чтобы он был сильным. Мы вчера разговаривали на мастер-классе и говорили о том, что если в семье, например, есть папа, мама, ребенок и бабушка, то надо договориться, кто устанавливает правила. Потому что если вы не договоритесь, что правила устанавливает папа, то устанавливать будет или малыш, или бабушка. Классика. Понимаешь? Классика. Классика, да. И многие девушки говорили, а я ему говорю, установить правила, а он не слушается. Очаровательно, просто очаровательно. Поэтому, да, поэтому, конечно, мы с таким юмором сегодня это рассказали. Но, в принципе, конечно, многие из наших женщин слишком наполеоны. Им бы снять вот эту вот штуку вообще, немножко расслабиться. Вот, пойти танцами позаниматься, что ли, массаж научиться своему мужчине делать. Ну, что-то такое женское. И тогда отношения будут крепкими. Да, и обниматься почаще. Спасибо, Алуника. Спасибо. Спасибо за ваши ответы. Обнимайтесь чаще и будьте счастливы. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok